Итак, начинается раздрафт. У нас уже в бане, как обычно, Мартра. Играла она в первой игре, во второй, соответственно, тоже у нас от ПП и отлетала. Минус Магнус, минус Мартра. Стратегии не увидим, слава богу, она настолько уже наела. Вот вроде патч вышел, вроде новый патч, но мне патч уже приелся. И сейчас одно и то же. Одно и то же. У тебя Мартра, Магнус. Если этого нет, то они в бане, оказывается, занимают лишние места на слоте в бане. Можно выпустить после этого турнира такой мини-патч, который ослабит и Магнус, и патч, вот конкретно этих героев. Допустим, как это было со Сларком, там вышел патч, Сларк апнули по всем параметрам, прошло там сколько недели, и его ослабили. То же самое было и с Лон Руидом. Я бы знаешь, какой патч выпустил бы? Убрал бы брейдбенды, брейсеры. Брейсеры поопаснее. И Нул Талисманы. Ну, Нул Талисман, понятно, что это самый юзлесс, но сделал бы какой-то артефакт более полезный из трех разновидностей. Из брейсера, из рейдбенда, из Нул Талисмана, ты думал бы куда круче. Прям метишь на геймдизайнера. У тебя просто вот эти артефакты, ну, не знаю, это как начальное, там, не знаю, в дот только зашел играть, первую игру играешь. Да, по четыре брейсера по Т, помнишь? Блейд оф Алакрити, куплю себе три штуки, плюс 30 агилы даст. Вот из этой серии. Ну и первым пиком у нас залетает Сент-Кинг. Опять же, не видели мы его на протяжении второй карты. Насколько вообще он сейчас? Король Харды. Вот сейчас это Король Харды, которого очень трудно прогнать. Если брать, допустим, Ликвиды, они прям сильно рейтят этого героя. Он нереально темповый, он очень хорош в замесе, и при этом у него довольно-таки высокий лейт потенциал. То есть, допустим, Ликвиды его забирают при первой удобной возможности. И Зай постоянно на нем играл, не только в этой мете, он на протяжении двух-трех лет на этом Сент-Кинге играл. И на третьей позиции, и на суппорте, там четвертой позиции, и вот сейчас опять на нем будет играть на этом Сент-Кинге. Сент-Кинг сейчас очень хорош, реально мощный, его трудно прогонять. На него нужно очень много ресурсов тратить, чтобы его убивать. И причем у него слишком большая вероятивность, то есть он может быть и танком, и вот дамагера с Рейддинсом, нам вчера показывал, по-моему, Mind Control. И он может там какую-то дизейбл собрать, то есть в будущем просто врываться, давать хексу. Он очень хороший герой в этом патче, один из лучших холлайнеров. Да, танк он реально хороший, потому что его сейчас через Vanguard, тоже рейтят два брейсера Vanguard, и он идет вперед. У него 2000 с лишним хитпоинтов, его очень трудно забрать. На него нужно постоянно иметь просветку, потому что он уходит в эти дикие пески свои, наносит тонну дэмэджа, потому что у него талант есть еще на дополнительный дэмэдж с этих песков. Поэтому Сент-Кинг реально опа. Ну, это фирменный герой от Forward Gaming, они уже пробовали с бисмастером на этом моменте что-то показать, и пока не получалось. Но птичка там крутая, птичка там просто огонь. Но ликвиды их катанули с этим бисмастером просто в пол. Да. По-моему, вторая карта была минут за 19, произошла? 19 минут. 15-я была по Т4, потом они просто закончили за 4 минуты. Еще скажу, что в тех пиках были Keeper of the Light, вот с бисмастером. Любили они этого персонажа, но под бисмастер нужна заливочка, такая хорошая дядька, способная нанести много магического урона. Ну, это просто их страта. Ну, то, что тренировали, надо было бы теперь против секретов. У них бисмастер любит приходить в сложную, и Keeper of the Light, он как бы его охраняет, но потом периодически убегает в лес и подстакивает. Но вся эта стратегия разрушалась тем, что Проза забежал к уроке ночения, привел туда пару крипов и выгнал оттуда. И Keeper of the Light, и бисмастера. Мне, на самом деле, очень нравится, к дополнению Сент-Кинга, Darkseer. Вот этот старый добрый Darkseer, то, что нам там в свое время, как раз-таки, когда ВП только начали разыгрываться... Это типа Darkseer-4 получается? Darkseer, нет, Darkseer-3, Сент-Кинг-4. Они просто двоим на линии стоят, и они очень круто, они оттуда выносят. Это ТБ. Продолжайте, Сергей Антонович. Ну, очень круто. У тебя просто Сент-Кингу вначале ничего не надо. Он там может разгоняться под этими щитами, под суржом, просто влетать в замес, в траку, делать хорошие станы. Это раз. Во-вторых, очень крутая комбинация, все-таки, вакуум и подкоп Сент-Кинга, это тоже всегда работало. Это реально мощная комбинация. Просто ты два даггера берешь, и у тебя комбинация готова с оффлейна, два героя. У тебя юзлосов нет, они дополняют очень круто друг друга и в начале, и в конце. В начале Darkseer работает как раз-таки на этого Сент-Кинга. Вот, что Сент-Кинга бегает под щитами, и когда у него нет даггера, потому что Сент-Кинг суппорт. Потом, когда у даггера появляются, они работают ими в комбинации на скиллы. Это тоже очень мощно. Ну, пока его нет, пока есть ТБ. Универсальнейший кор. Что стоит убрать против ТБшки? В смысле, забанить, ну, в случае с ППМ. Ну, знаешь, на будущее и на перспективку всегда есть Медуза, которая, по-хорошему, неплохо заходит со спидшотом. Это раз. Но пока об этом думать не надо. Нужно подумать о том, что хотят взять дальше секрет. Что там, по ходу, вариантов еще очень много. Но антимаг в бане, соответственно, что-то из формата, что имеет много маны, типа Штром Спирита. Если знать Hero Pool Resolution, то первое, что приходит в голову, это антимаг Спектра. Ну, это вот такие герои, которые могут как-то выйти в гиперлейт, но ТБ хорош против Спектра тем, что он просто дает Сандер. И вот весь тот урон, который бы мог зайти с Дисперсии, когда вот ее там бьют, пять героев, у нее 3000 хп, она как бы еще, ну, есть урон в ответ. Его просто нет. Он просто дает Сандер и убивает ее. Поэтому сейчас уже неприятная ситуация для форвардов. Антимаг и Спектра очень рисковые пики против Терерблейда. Это раз, ну, против, даже не Терерблейда, против вот этой связки с Санкинг-Терерблейд, потому что у тебя будут проблемы на лайне, огромные против Санкинга, вот у этих милишников. Это раз. Во-вторых, есть шанс, что тебя просто Терерблейд снесет и не даст ее на форвард. Конечно. Поэтому обычно, когда форварды выходят в гиперлейт, они вот номирают. Бесмастер-котел, это волна, это топорчики, это птички, чтобы их не смогли обойти в спину. И в некоторых случаях это работает. Вот, к сожалению, не во вчерашнем случае. Там бессмастер даже топоры, по-моему, не успел вкачать. Не успел кинуть. Его уже, да, там, то есть когда ему сносили Т2 вышки, у него даже топоров не было. Он просто не успел. Сларк баня. Ну, таких уберлейтеров банят. Убирает, да, просто кор за кором. Никого другого он явно не боится. По поводу, кстати, Спектры, это еще и страшно с точки зрения игры, потому что количество лагов, которые происходят при иллюзиях на иллюзии, это вообще просто ад. То есть игра просто вымирает. На месте Климента я бы брал бы просто идеального персонажа, чтобы игру эту закончить прямо здесь и сейчас. Это Oracle. Мне нравится как саппорт. Он, во-первых, снимает роу арбисмастера. Это раз. Во-вторых, он 100% даст Террблейду сделать Сандер в драке. Террблейд просто будет неубиваемый. Это за Shadow Demon. Он очень крут с Энкингом. Дизрапшн, подкопчик и бьешь. И с ТБ-шечкой нормально. Shadow Demon должен стоять в уфлейне тогда, если это будет Shadow Demon. Потому что на легкой линии он очень сильно приседает, потому что у него нет заклинаний, с которым он может нормально гонять линию. И он прям такой сочный с ТБ. Он просто жмет на мету. Там две дополнительные иллюзии делаются, и он так наваливает. Так наваливает. Мы ждем заливочки от форвард. Нужно как-то убить Брора. Беста? Ну да, нужно чем-то убить. То есть реально нужно убивать людей, потому что иначе ценность Бестмастера падает, если никого реально нельзя забрать за ультимейт. То есть мы ждем нюки типа Лины и так далее. Ну, Лидгамп Скай, Расмак какой-нибудь, который был в прошлой игре, кстати, очень много полезных вещей делал. Но он и по демеджу у нас был в топе. Ну да, то есть и по демеджу, и саленсы периодически нормально заходили, и замедление. Бестмастера, да, Евару нельзя пикать. Сейчас героя именно у такого фармящего, пассивного, который там должен именно с руки настучать по этому урору. Ему нужно реально... Ну, я на Лину рассчитываю. То, что Лина появится, пик так на четвертый. Сейчас будет суппорт еще один от форвардов, и там должна потом Лина. А, ну, хотя Лина это митер, скорее всего герои возьмут для Резоли, а потом уже эта Лина заедет. Поэтому... Ну, они сейчас все время тратят. Вообще. Вот они думают, у них такая... О-о-о-о... Underlord. Вот это интересно. Это очень интересно. Это аура против ТБ. Это аура... Будем дебафать его полностью. Это аура против ТБ, это Crimson Guard против ТБ. Это очень хорошо. Ну, герой хорошо работает против как раз такого героя. Иллюзии не пройдут пока. Да, но при этом... В лейте пока у форвард гейминг все смотрится так себе. Посмотрите просто, насколько кайфово с точки зрения того, что у тебя постоянный контроль карты, да, то есть и автобус есть, соответственно, и возможность постоянного сплита. Но урона очень мало. То есть вот они очень хорошо контролят карту, но реально очень мало урона. То есть заходит ТБ в драку, просто нажимает либо на Underlord, либо на Бисмастера и убирает все ХП, восстанавливая себе. Ну, на мой взгляд, Underlord слабенько выглядит. То есть да, он где-то в мид-гейме будет очень сильно напрягать ТБ, но в лейте, когда УТБ будет, например, 300 или 400 урона, уже этот Кримсен Гуард будет не так сильно смотреться. Но Аура, да, она будет дебафать, но... С другой стороны, он полностью освобождает Бисмастера от обязанности собирать что-либо тимфайтовое для команды. А у нас сразу... Вот, кстати, Урал, которого был. У нас сразу и в этом патче, ну, вообще в 20-х версиях, этот фикс не произошел, который когда-то в Блокенбаре тебя уже не режет. Ты по поводу Underlord-а? Да, я по поводу Underlord-а. А Underlord-а все верно. Я просто реально не припомню. Вроде где-то я это видел. По-моему, должно быть такое. Вот он, Oracle. Oracle, как по мне, здесь хорош. Реально хорош. Ну, пока он просто ставит Шаха-мат. Он полностью сейвит ТБ. Underlord мало что ему делает. Ну, минус урор и сейв ТБ. Вот это двухходовочка. Да, то есть любой герой, который просто будет выбегать из Firestorm'а, получает баф от Oracle'а и не получает урона, довольно-таки приятно. Как бы он не может бить, но с другой стороны бить и не надо. И тут неожиданно врывается Герокоптер. Вот это пики у Forward Gaming. С этим Герокоптером они играли. Это Герокоптер. У них двойной такой будет. Это Герокоптер, вполне возможно, нападет на Миддл. И еще у них герой как раз заедет для Резолюшна. Ну, или как раз это герой для Резолюшна и в Миддл тоже войдет какой-то рейндж. Ну, надо что-то понадежнее. Герокоптер просто классный герой в мидгейме с флагкэноном и ультимейтом. Но нужен кто-то, кто реально пробьет ТБ. Потому что пока у них есть все против иллюзий. Там Волна Котла, Аура Андерлорда, там какой-нибудь Кримсон Гуард в будущем флагкэнон, но нужен хороший физический урон или магический в сингл-таргет. И его пока нет. Ну, с другой стороны, добавилось хоть немножко бирста от Герокоптера на ранней стаде. Ну, против Оракла это не работает. Он просто вешает свою штучку. Ну, главное, чтобы он просто выжил, потому что на него можно просто накидать всего, и он-то умирает за секунду. Он-то да. Настя стоит за спиной, кто-то нет. Да, у него рейндж очень высокий. То есть он, в принципе, может линжу собрать себе еще там и попробуй найди его. Контроль нужен еще от секретов. Дальше продолжать. Ну, ты расскажи, добавь что-то, потому что, видимо, Оракл явно был услышан. Оракл был услышан. Ну, не знаю, мне ТС нравится. Ну, просто две линии будут готовы. У тебя будет лайн из как раз-таки Оракла и Сент-Кинг плюс Дарксир. Вот эта комбинация, которая будет реально работать. Потому что, ну, такие герои, которые там идут вперед, себе с мастер, милишник, андерлорд, милишник, они все идут вперед. Эти герои не собирают блокенбары. Их, ну, очень легко поймать как раз-таки на вакууме. Да и того же герокоптера можно словить. ОД. Это ОД сначала для Медвана. А это Фопей говорит, андерлорд, иди сюда, где твое ХП? Мне нужны стаки. Это очень крутой пик, кстати. Очень крутой пик. То есть реально, вот бисмастер может просто вешаться, потому что вроде бы он был взят на ФП, но его контрит уже и Оракл, и ОД, и бисмастер не пробивает даже ТБ толком-то. Да. Тихо не под сейвы просто добавляет. И весь вот этот вот жир, который есть у форвард гейминга, это просто стаки для ОД. Просто стаки. И сумоны, которые бисмастер вызывает, это просто тоже быстро еще фармит. Просто еда. Халявка. Классный пик. Что можно ответить? Как можно законтрить? Это же миддл, получается, а у форвардов миддера пока еще нету, если это, конечно, не один из тех, кто пикнут. Ну, смотря то, что ты делать хочешь. Ну, против ОД нужен герой. Опять же, Лина. Та же самая Лина. Ее должны сейчас убирать секреты. Раньше часто брали снайпера, но сейчас он не так хорош. Нет, снайпер это будет автолуз сразу моментально. Тут нужен именно какой-то активный персонаж. Против ОД нужно стоять раз. Лина очень хорошо стоит против ОД. Неплохо стоит против ОД, по крайней мере. Лина, в принципе, хорошо на миддс. Она против всех нормально стоит. Рейзер? Даже против темпы. Рейзер, но... ТБ нажимает на пику и говорит, пока Рейзер. Только мэйби, мне кажется, на рейзере может. Миддус забанлили. Ну, это... Есть фата еще. Такая страховочка, чтобы там... Форварды не вышли в гиперлейт. И получается, что почти весь гиперлейт с игрой-то забанили. То есть из гиперлейта остается... Ну, только Спектра, но против ТБ она так себе персонаж. Луна еще есть. Да. Луна? Ну, Луна... Против Оракла... Оракла, Террорблейда. То есть не очень круто. Энигма сверху. Форварды могут вешаться. Энигма для Зая. Ты говорил об этом в первой игре. Ты говорил о том, что все плохо у форвардов в первой игре. Ну, кто же знал. Ну, да. Именно это тоже можно рассчитывать. Ну, да. Несмотря даже на последний пик команды форвард гейма, для меня с ДСК уже этот драфт выиграли кардинально. Просто в салат. Подождите, подождите. Давайте еще посмотрим на последний. Но у них не такие хорошие тавероломатели. Ну, на самом деле, пуш можно всегда устроить с дровкой. Можно? Так. Арквард. Ну, и нормально. Это дополнение к сплиту, к постоянному краудконтролю карты. Он может спасти игру, да. Шести слотов Арквард, он может спасти любую игру. Вопрос в другом. Сможет ли он выформить, потому что он явно герой, которому нужно очень много слотов до того, как он выйдет таксильным. Есть там мужчины, прям в команде мужчины. Очень много зависит опять будет от Евара. Потому что вот его герокоптер или его Арквард, который будет стоять на меди, от него нужен очень много. Потому что если будет он играть Арквард на меди, он будет фармящий. Он не будет двигаться вообще. Герокоптер, соответственно, от Resolution тоже не будет двигаться. Шерезуль пофармить любит. Вот если поменяются, если герокоптер пойдет в миддлер Арквард и будет на легкой линии, то герокоптер должен по карте двигаться. Если у него будет проблема, и опять же мы не будем SHA' на карте, то это... В общем, ваши преддикшены на Сикрет. Лост тоже. Что ж, отправляемся к нашим комментаторам. Лекс, Форс, забирайте. Ну что ж, решающая карта. Сикрет против команды Forward Gaming. Должно быть интересно. Ну, под драфтом, что скажешь? Аркварда на последний десятый пик заходит. Такое ощущение, как будто новый патч вообще не уходил. Команда берет с Террор Блейда одна, вторая отвечает Аркварденом. Ничего пока что лучше не придумали на кэрри позиции. Посмотрим, что из этого получится. Игра вряд ли будет очень быстрой, понятно. С одной стороны мы видим хороших новых героев от ОД, например, который достаточно неплохо работает там против Underlord и Enigma тоже теоретически. Интересно за этим персонажем всегда понаблюдать, опять-таки, какие билды сейчас используют. Будет ли это какая-то быстрая игра с темпом, с доминатором, Кримсоном, Пайпом, Гривзами и так далее. Или же все это превратится в Мидас, Блинк, БКБ и постоянный фарм, фарм, фарм и никаких тимфайтов у нас не будет. Но хочется, конечно, надеяться на первый вариант, потому что активную такую доту смотреть всегда интереснее. Ну, слушай, ты говоришь, что игра не может быть долгой, но есть же вариант, что секреты могут задушить. Конечно, конечно, всегда есть определенная вероятность того, что одна из команд слишком сильно проиграет линии, и это все выльется в какую-то там 25-30 минутную игру, когда в одну калитку просто одни ребята закатывают других. Но мне кажется, что тут такой уровень игры, что это вряд ли произойдет. Ну, слушай, в этом патче, мне кажется, даже с топами командами происходит так, что ты можешь в один момент просто потерять контроль, проиграть там 2-3 драки, и игра ведь заканчивается. У нас это было и вчера. Сегодня, конечно, у нас произошла такая супер-лейт-игра. Там 50 минут мы смотрели предыдущую карту. Я думаю, что команды, конечно, немного и подустали, но был у них небольшой перерыв. Смогли, я думаю, они вернуть свои силы. Аркварден, интересно, герой такой вот. Не так часто мы видели раньше, но теперь мы видим его постоянно от многих команд. Знаешь, уже так получается, что, наверное, в каждой команде должен быть хотя бы один игрок, который Аркварден не может затащить. Вот как раз-таки на этот 9-10 пик этот герой может появляться и решать. Ну, и ОД на легкой линии, да. Тут наши аналитики говорили, что Андерлорду придется не сладко. Потенциально можно его там будет хорошенько подгнобить. Не, Андерлорду на сложной линии ему будет плюс-минус нормально. Ему там потом по игре, может быть, не очень комфортно против Энигмы с ее пульсом. Это чистый урон. То есть там неважно, сколько Андерлорд наберет артефактов на стойкость, он может там купить Гривзы, какой-то Кримсон тоже, там, не знаю, Алибарду. Ему все это не поможет, если его Энигма поймает в Блэкхолл с пульсом. Тот же самый ОД тоже очень хорош. Вот. Ну, а, тут у нас ОД на легкой линии. Ну, все равно, вот, не так трудно, я думаю, что будет Юниверсу здесь. Против ОД на легкой линии. Я думаю, что многие уже забыли, как это работает. И насколько один герой может быть хорош против другого. Сейчас как раз мы станем свидетелями этого. И от этого потом будем отталкиваться позже. Удивительно. Одну руну обе команды вообще никак не контролировали. То есть был уверен, были уверены, секрет, что руна будет законтролирована, да, на легкой линии форвард гейминг. Но форвард гейминг тоже были, видимо, в этом уверены. Поэтому пока одна руна остается нетронутой. Ну, и в будущем кто-то ее может найти. Хотя пока на это не похоже. Интересно, будет ли Евар играть один, или форварды просто в топе хотят сделать, может быть, ферстблат, и потом отступить? Бестмастер нет. Все-таки бестмастер телепортируется. Да, оставлять одного герокоптера не хочется. Один на один с Заем. Хоть и герокоптер хорош. Так. Ага, понятно, бывает. И Далонов нельзя терять, Заю здесь. Одного отдал только. Ну, это 20 золота. То есть, в принципе, больше профита получилось с того, что там использовал Димони Конвершн, и не дал Евару добить Крипчика. Но главное теперь сейчас их не отдать, потому что снова выходит из выживы, выходит кабанчик. Что-то там Сенткинг, он блочит спаун телом, что он там стоит. Ну, учитывая тайминги, скорее всего, он заблочил спаун. Чтобы оба спауна были заблочены, ничего-то не могли сделать форвардгейминг. Ну, тот спаун, мне кажется, он... Ну, да, ладно, когда ты с Энигмой играешь, то этот спаун тоже хорошо бы блочит, потому что линия близко к тебе, и ее могут пулить. Вот этот вот конкретно спаун, да, могут отводить, и ты часть крипов будешь терять. Ну, пока у нас на центре такое достаточно пассивное противостояние. Террорблейд вряд ли убьет Арквардена, Аркварден вряд ли убьет Террорблейда, хотя второе более вероятно, чем первое, как событие. В топе у нас Андерлорд против ОД, а там уже, конечно, может что-то интересное выйти. По крайней мере, давно мы не видели вот этих героев. Возможно, там что-то такое интересное и произойдет. Ну вот в боте наверняка ферзблаты и будет, потому что там и Гирокоптер может убить Энигму, если как следует Евар через Black Cannon прохарасит Зая, лишит его Регена, и потом будет как-то нападать на него вместе с Бистмастером. И обратная ситуация. Также возможно настакать Эталонов, дать стан, дать стан Сэмп Кингам, не отпустить, убить и получить первый фраг. Очень много Кипервзлайт фармит, как понимаю, это лесные крипы, успевают там нафармить одного, второго, третьего. Мы понимаем, что Кипервзлайт любит пофармить, любит купить там пару артефактов себе, фарм ее получается удачный, иллюминает, оп, Медуана задул, и там на лишний тангусик снова разводят. Пытался найти Пупей Курьера, немножко не успел, мог бы сейчас убить этого Курьера, кто летающего. А Пупей, он там что, он фармит, он фармит? Случайно, опа! Красиво, красиво. Притом Пупей, как будто его здесь и не ждал, он просто действительно фармил лес. Так он просто фармил, так конечно и не ждал. Какова вероятность, что Курьер здесь пройдет? На самом-то деле, первые два использования Курьера, они обычно Мидеру принадлежат, потому что ты сначала тащишь фласку, а потом тащишь вторую маску, там, нульталисман или брейсер, что-то тебе нужно в зависимости от героя. Банды, в Рейсбенд просто, я думаю, ехали к герокоптеру, там и один, наверное, и второй. Ну, теперь и Resolution не может себе в RaceBand принести, а на миде это критично, потому что если у врага в RaceBand появляются или там 0 талисман, вот эти статовые артефакты, а у тебя нет, то он начинает тебя перекоэшивать, зарабатывает больше денег, и он тебе потом еще третий приносит, и потом ПТ себе приносит, и тебе все тяжелее и тяжелее и тяжелее стоит. Ну, надо минуту потерпеть, конечно, неприятно, но не страшно. Пока на центре равенство, очень спокойное начало, у нас до сих пор нет ФБ, и даже нет попыток каких-то сделать ФБ ни на одной из линий, на топе, да, очень все спокойно. Тут спокойно Oracle пытается делать отводы, ребята на это отвечают, сейчас все это будут фармить, и нейтралов, и этот спаун, но самое главное, этот момент ОД получает фарм, хотя по товарам не могу сказать, что на ОД прямо одно удовольствие фармить, может у некоторых крипов случайно пропускать, но пока Медван справляется. У него четвертый уровень, там по идее 1-2-1 должна быть раскачка, если будет терять крипов, можно пахнуть арбой. Ну и пропустил два крипа в итоге. Ну да, в общем-то одного могут добить точно, вот второго, наверное, не получалось, так или иначе. Сикрет играют вчетвером в данный момент, потому что Пупея в основном качался в лесу, контролит дабл-дэмэдж в боссе, получает очень много урона от Бистмастера, но Пупея вообще не переживает, не использует подкоп, потому что понимает прекрасно, что... Ой, ну вот надо быть поаккуратнее, СВД снова возвращается, Кабанов он, конечно, поубивал, но Пупея надо отойти пока назад. Наклеить нельзя. Так, у Ниши пока нет метморфоза, он только-только ее использовал, 105 секунд целых кулдаун, Мидуану частично просел на топе, Фейти дикт, Парфан и Флейм восстанавливает АЮ своего тиммейта, но, да, Мидуану тут хорошо, тали по голове, еще и Холан Селов сверху, дабы восстановиться полностью. Пупей просто уходит на базу, нечего ему ловить без КП. Довольно сильный резолюшн в миде проиграл. Интересно, не связано ли это с потерей Курьера на такой ранней стадии. Мы видели то, что Аркварден купил себе маску сразу же. Это немножко нетипичный закуп для мидеров, потому что, ну, сейчас вот эти все врейсбэнды Брейсер, они стали чуть дороже стоить, и ты в любом случае покупаешь два таких артефакта, поэтому ты берешь либо там две цирклетки и там либо тапок, либо перчатку, либо мантию, либо ты берешь там две мантии и цирклетку, так обычно там делают. Ну, то есть два статовых и цирклетку, например. И чувствуешь себя чуть более уверенно, да. А потом потихоньку таскаешь себе рецепт, ты грейдишь все это дело. Ну, пока мы видим то, что у Террорблейды 35 на 13, а Аркварден 17 на 5. То есть это достаточно сильная разница. Достаточно сильная. Да и Зай тут, в общем-то, на жизнь не жалуется. Он, конечно, не может Герокоптеру прям совсем помешать фармить, потому что он, в конце концов, один стоит. Но сам он фарм тоже получает. Ну, а крипов, понятное дело, донает много за счет удалонов постоянно. Очень неприятно. Ну ладно, хорошо. Да, да, и удалоны закончились, но все грамотно Зай подрасчитал, заставил Ювар еще и флагкэнон использовать. То есть там в ближайшие 30 секунд можно спокойненько пофармить. Не бояться того, что Ювар там и удалонов всех поупивает. Смотри, ТП пока ушел в лес. Не знаю, надолго или нет. И туда приходит Сенкинг. Но при этом Сенкинга готовится ган. Хотя, честно говоря, не знаю, насколько Сенкинга легко будет загадить. Его не убить без детекшена. Это бессмысленная совершенно задача. У него есть песок. Он, если что, в этот песок спрячется. А, ну тут в куллау не был. Но вообще... Ну все, ТП вернулся. Сенкинга не убили. Слишком трудно это сделать. Такими героями контроля никакого нет. Лишь замедление. И все. И ниша под медмарфоза. И сейчас будут резолюшн отсюда выгонять. И крипов всех донять. И всех забирать. То, как Сенкингу изменили песок, превращает его в очень трудно убиваемого героя. Вот где-то в мид-релейт гейме. Если он имеет топорик и ЮУ. Ну и там, допустим, 1-2 сентри варда. Слушай, похоже. Ой, что-то купит. Ну там подкоп, по-моему, первый. То есть первым подкопом очень трудно попасть. Тут Пупей немножко не рассчитал свои силы. Не, ну попасть им не трудно. Но нужно подойти очень близко. Да, то есть это все-таки таргет. Да, попасть, понятно. Это там не стан Леона какой-то. Хотя иногда, если ты даешь в таргет этот спелл, то ты тоже бывает мажешь. Если враг слишком быстро бежит, он уже с этой точки успел убежать, пока ты вот именно подкапывался. То есть такое тоже периодически бывает с сенткингами. Ну, для этого нужно, ну, типа чуть-чуть поближе подойти, чем, ну, на максимальный рейндж использования способностей. Ю ставит вард. А, это видел, должен был, по крайней мере, заметить. Посмотрим, видел или нет, прям конкретно. Пока просто, ребята, немножко по урону размениваются. Ничего серьезного. Ну, от Резоли появляются уже клоны. И он успевает и лесочек пофармить. ТБ, как мы видим, успевает и на линии иллюзиями постоять, и в лесу пофармить. Ну, мы видим, крипстат какой-то просто неадекватный. За семь с половиной минут ниша добивает 63 крипа. Да, это очень много. Ну, там какая-то часть, конечно, лесные. Там големы, маленькие сатиры, но все равно это результат какой-то невероятный. Ну, я уверен, что Нетворс, он первый в своей команде. Конечно, конечно. Учитывая, что счет 0-0, никто не фидел, никто много не убивал. Ну, как не фидел, Курьера отдали. Ну, ладно, ладно. Ну, слушай, восьмая минута нет ФБ для этого патча, это достаточно необычно. Да, странно. Ну, видишь, как бы наиболее вероятный ферстблат у команд был бы в боте, потому что вроде как и Энигму можно убить и Герокоптера, но в Сикретах Сент-Кинг фармил лес, а в форвардах там, в общем-то, не особо Зая пытались убить. Ну, и плюс он стоял достаточно грамотно, то есть там не подставлялся. Ну, это саппорт Бестмастер, у него есть замедление, но нет каких-то дизейблов, станов, это не какой-нибудь там, я не знаю, там, Леон, который выйдет, стан, Хекс, подойдет Герокоптер, параш, ракеты и так далее. Это герой, который не способен прям так суперсильно задизейблить на ранних стадиях, на пятой, там, на шестой минуте. Ему нужно получить левел 6, как можно скорее. Появляется у Энигмы Блокхол при каком-то плюс-один вниз, если у Герокоптера не будет холк-п, можно попытаться бут его убить. Тем более, если и долоны какие-то, да, будут огромное количество... Опа, нашли его, тут проблем могут быть, может быть... Даже непонятно, что такое ситуация сделать, телепорты нажать не можешь, там просто Ньюрис его отменят, и Юн, надо как-то прятаться, есть Астрал и... Эллиминейт налетает, королюшка Приван и Флеймс, топориков слишком мало, приходит сюда Герокоптер, практически убивает Юн, совсем немного не хватает, полетел кулдаун у Мидуана, но и ФБ все-таки на Оракли сделали на девятой минуте, за Мидуаном погоня может продолжиться, хотя там Шрайн, слишком Мидуан быстро, он успевает уйти, практически на Шрайн, но ФБ сделано, Форвард Гейминг начинает со счетом 1-0. Ювар очень грамотно сместился, Юниверс приходит в бот, он пятый уровень, против Зая, у которого седьмой, и Зая может вообще его поддушить, смотри, есть ли пульс, если есть пульс, то 100% можно сделать фраг, но, да, не стал Зая в итоге, да, во-первых, пульса нет, а во-вторых, слишком много здоровья осталось у андерлорда, поэтому опасно было. Блэкхола бы и талонов не хватило. Вот будет доминатор, если у Зая будет доминатор, он такого андерлорда убьет. Десятый уровень у Террар Блейда, он, конечно, с какой-то фантастической скоростью раскачивается в этой игре. А, ниша 5200 на Творс, мы видим, что у Резолюшн на 3900, разница очевидна, учитывая, что ребята здесь постояли со статами 0-0-0 каждый, и все дело только в Латсхите. А, теперь можно действительно строить загадки. Был ли этот убитый Курьер критически, или просто ниша на этом ТБ посильнее за счет метаморфозы, у тебя постоянно много урона. Некрау Резолюшна появились. Достаточно быстро, десятая минута, без ботинка, просто Резбенда и книжка. Что, хотят поддайвить Юниверсу с Блэкхоллом? Но похоже на то, Юниверсу надо лететь. Да, Юниверсу с Блэкхоллом, я думаю, убьют его, не обязательно. Можно не улететь, уже никуда не улететь, да. Блэкхолл не требуется, фраг для Мидуана. Отлично. И Мидуана, как мы видим, близится к Мидасу. Уже мы от Мидуана видели Мидасу на первой карте, тогда он проиграл. Убивает Оракла снова на топе. Еще один фраг для команды ФРГМ. Ну, наконец-таки, немножко начинают поагрессивнее действовать команды. Тэма на центре, возможно, будет какой-то выход снизу, уже башня упала. И остается Энигма дальше фармить. Ну, а Ниша приходит на мид. Без ману он абсолютно. Оу, слушай, ну купи. Это вот обору страйка максимум второй. Тоже тяжело тянется. Больше он второго быть не может физически. Не получается резолюшно забрать. Снова Оракла на топе, там душ. Не дают ему абсолютно подойти, как-то к Тавру. Немножко помешать противнику. То есть, слушай, Герокоптер без Ио получается работать может. Потому что как-то уже получилось за последние пару месяцев, что Герокоптера без Ио видеть непривычно. Так, тут у нас атака Наркварда на мид фуан до конца. Еще один удар. О, еще и клона дает. Ну вот это... Вот это, конечно, не очень хорошо. Мид фуан пытается уйти. Остановить его нечем. Рора нет. И мид фуан спокойно уходит. Учитывая, сколько потрачено ресурсов, телепорты. И все без смысла. Ну ладно, Евартис пофармит. На топе ему фармить уже опасно. Слишком далеко. А, возникает ощущение, что Герокоптера форварда забрали против Энигмы. Это, по-моему, Герокоптера после брали, да? Мне сейчас что-то уже не особо я что-то вспоминаю. Ну, может и будет работать. Сам-то по себе Герокоптер неплохой герой для темпа. Но Террор Блейд сильнее. Это точно. И Террор Блейд как бы свой фарм имеет. И мы видим, что Герокоптеру темп набрать тяжело. С Террор Блейдом будет Аркварден разбираться? Ну да, скорее тут главный соперник для Арквардена это ТБ. А для как раз Герокоптера это ОД. То есть вот так мы ставим позиции. То есть с Аркварденом должен именно ТБ разбираться и наоборот. Вообще пока и у ОД тоже все очень хорошо. Герой сейчас крайне опасный. И мы видим то, что у Мидвана получается выформить Мидас. То есть у него уже будут слоты в этой игре. Там какая-то Кая, Яша, БКБ, Блинк и Пика. И этот герой будет давать очень много дэмэджа. Еще на Энигме Мидасик, вот как. О, слушай, какие-то прям массовые Мидасы. Видимо боятся, что... Не хотят торопиться просто против Арквардена. Но вот такой герой у Форвардгейминг. Он не дает нормально заходить на хайграунд. Даже если ты доминируешь, пытаешься разбить вышку. Там одно поле, второе. Ты не попадаешь по тавру. Короче, неприятно. Заставляет Зай использовать Юниверс. Я сам понимал, что, может быть, Блэкхолл у Далонов было много. Я не думаю, что Зай бы убил, но решил Юниверс не рисковать. Юниверс просто не совсем точно понимает, кто сзади. То есть, может быть, Зай там не один. Вдруг там еще какой-нибудь Террор Блейд или ОД стоит за спиной. Поэтому просто не стал долго думать. Просто нажал этот ультимейт. Тем более этот ультимейт. Ну, куда его сейчас еще использовать? Потратил и потратил. Бог с ним. Форварды идут ставить Вижн. С Бестмастером удобно играть с той точки зрения, что он очень облегчает тебе игру в макро. Вот этот вот Сокол, который летает по карте, которого очень тяжело его и убить. Кстати говоря, там каким-то саппортом очень долго будешь тыкать. У него много здоровья. Напали на Зая. От Блэкхолла тут тяжело прокастовать. Полетела ракета. Только закастуешь Блэкхолл, и тебе его сразу же собьют. Поэтому просто прокастовался на максимум. Ох, Ю просто пришел и наказал на развороте. Конечно, размен неравноценный, понятно. Хотя, может быть, это не конец. Сюда Сикреты сместились практически всем составом абсолютно. И пытается найти еще хоть какую-то цель. Видит Гирокоптера на него атака. Пупи ворвался. Круто сброс трейка. И убили Йовара. Вот это уже классно. Вот это уже очень хорошо. Убили Гирокоптера. Убили Бестмастера. Размен на одного Энигму. Энигму покупает тебе Транквилы. Там пока, как я понимаю, до Доминатора еще далековато. Если он будет вообще... А, ну тут Мидас уже Доминатора и не будет в таком случае. Да, если ты берешь Мидас так быстро, то Доминатора уже никакого смысла брать нет. Потому что темп ты слишком сильно потерял. Это вот после Доминатора можно Мидас взять. Если ты чувствуешь, что игра как-то не клеится у тебя, у твоей команды. Ты вроде пару вышек забрал, но особо в драки вступать не можешь. Не получается. Поэтому просто берешь Мидас и особо не паришься. Там качаешься до 15-го. Берешь там таланты и еще сильнее начинаешь качаться. Неважно, при чем что ты взял. Если ты с Мидасом играешь и КДР, и ГПМ хорошо работают. Ну, обычно с Мидасом используют именно КДР. Выходит Ниша на центр через Метаморфозу и Иллюзии. У него манта уже на 14 с половиной минуте. Легко должны расправиться с вышкой. Здесь секретные. Приходит Герокоптер. Да ладно, неужели не добьют? Жесть. Не хватает урона. Ну, как-то трусливо тут сыграли секрет. Они могли на самом деле чуть больше ресурсов потратить эту вышку забрать. Но побаивались. Побаивались, что ультанет Коттл. Какой-то Бистмастер выйдет со спины. И кулдаун от Герокоптера и Иллюзии рассыпется. Террорблейд рассыпется. Не стали рисковать. Эту вышку они в любой момент времени другой заберут. Поэтому это... В общем-то... Захотят ли сейчас свою башню защищать? Все-таки имеется Блэкхолл. Выходит сюда Пупей в невидимости. И можно хорошо потратиться. У Котла ульт в кулдауне. У Котла ультимейт имеет очень высокий КД. Поэтому нужно от него очень часто играть. Подкапывает Пупей и Бистмастера. Но никого поблизости не оказывается. Поэтому СВГ просто отступает. В то время как Евар профармливает вражеский лес. Так, откатывается Мидуан на Мидас. Ну, готово фармить Секрет. Готово отвечать на этого Квардена и Герокоптера. И просто очень много фармить на Энигми, на ТБ, на УТ. Да, пока такая очень спокойная дота. Резолюшн в лесу сидит. 24 на 7. 0-1-0 у него стал так, как вы можете заметить. Очень много фарма. Так, на топе. Возможно, будет атака. Выходит Бистмастер. Подкопывает Пупей сразу же на развороте. И я думаю, что здесь придется продавать. Бистмастер, да, его отдают. Отходят тиммейты назад. И Бистмастер отправляет в таверну. За него очень мало дают, понятно. Две сотни всего. Это вообще копейки. Там на команду чуть больше. Секреты прилетели сюда не сколько с Бистмастером, сколько для того, чтобы линию защитить. Очень много грипов под вышкой. Кому-то все это надо фармить. И так Зай уходит. Зай дает стан, дает струйс. Надо сразу готовить. Да, успевает это сделать Зай. Хватит ли демеджа? Ну, Блакона не хватит, но дальше куда? Хватит, конечно же. Дальше-то куда идти? Юниверс просто не успел дать ульт. Если бы успел, то выжил бы. Ну, слушай, там первый ультимейт, я сомневаюсь. Он бы очень долго улетал бы. Прям сомневаюсь. Ладно, убили-убили. Атака на Пупея. Полетела ракета. Есть некрономика. Телепортов никаких нет. У Пупея Сеншторм. И спокойно уходит очень быстро. Далеко там на центре. Возможно, какая-то драка уже происходит прямо сейчас. Да, Резолюшн. Зайя убивает МСС. Зай больно. Выходит сюда СВГ. Должны Зайю убить. Но Зай очень долго живет. Антиклипс от Мидуана. Моментально уничтожается. Ябар пытается свыживо-убежать. Бейсмастеру очень трудно здесь остаться живым. Он так и не дал свой ультимейт. У него просто, по-моему, не оказалось маны в наличии. Резолюшн также пытается убить. А до минус четыре. И даже не смогли убить Зайя. Его так долго пили. Но он так их жил. Он был под ультимейтом Ораклы. Конечно, его не смогли забрать. Ее блестяще сыграл. Очень таймингово ультанул по Зайю. Подхилил его. Не бросал в этом тимфайт. И Сикрет выигрывает. Ну, видишь, Террорблейд против Арквардена. Казалось бы, должна быть очень пассивная игра. Но Террорблейд слишком хорошо постоял в центре. У него слишком много слетов. И умудряются Сикреты даже с двумя Амидасами выиграть сейчас тимфайт. И если еще буквально пара таких драк, пара таких выходов неудачных от форвард, они могут зажаться на базе и играть исключительно от защиты Арквардена, и надеяться на то, что Сикреты допустят ошибку. Но, как правило, такие игры заканчиваются все-таки в пользу той команды, которая зажимает. Ибо фармят они очень много. Вы бы фармить вообще никак не можете. Все баунтируны отдаете. Даете Рошана. Первого, второго, третьего. Сколько потребуется врагу для того, чтобы наполниться уверенностью, что они могут зайти к вам на хайграунд и сломать линию. Вот надо эта вышка. Форвардам очень сильно они стягиваются. Пытаются ее забрать. И Сикреты не отвечают защитой. Просто постояли поблизости. Я так понимаю, там просто нет ресурсов у Террор Блейда, нет Блэкхола. Поэтому не пытались даже защищаться на центре. ОД решил, что он парень простой. Есть деньги, покупаю Хекс. Он реально почти купил Хекс. Какая-то там Яша Кая, Блинг, Пика. Что это вообще за слоны? Так, возможно, Блэкдрака прямо сейчас выходит зайч. Что на Блэкхоле? Ну, еще целая минута. Хотя боялся и Блинга, но реализовать не получится. Атака на Кипер Злайт. Его можно очень быстро убить. И спит. Топоры полетели. Эпицентр от Санкинга. Много урона Санкинг. Размен идет на Кипер Злайт. И Пупей. Последний момент получает Флс Промис. Живет Пупей. Пупей не убить. Выход Мидуан и Ивара. Ивару слишком больно. Астрал. И... По идее, должен погибать. Должен погибать, да. Все рассчитывает. Мидуан минус три. Ну, сейчас появится Хекс. И все. Мне кажется, вот прям... Смотри, да. Хекс на ОД. Бабочка на Террар Блейде. И в открытом бою Форфорды вообще ничего не смогут делать. То есть это супербыстрый лейт артефакт. Реально лейт артефакт появляется на 20-м минуте. Это же невозможно. Просто так... Интересная-интересная ситуация, но... Как есть. Аркварден пока это не вывезет. Аркварден один это вывезти не сможет даже близко. Его убьют за Хекс моментально. Как и Герокоптер. Герокоптер там очень близок к Блокенбару. Нужно его еще дофармить. Ну как близок. Относительно ОГРАКС только один. Денег не так много. Герокоптер просто потерялся по игре. Герокоптер любит драться. Любит выигрывать тимфайты. Захватывать преимущества. У него очень много магического урона. Вначале этот урон превалирует над физическим. Ну то есть им просто проще делать фраги. Это Берст, который легко позволяет убивать героев. И если у тебя не получается с Герокоптером играть вначале, ты конечно можешь попытаться за счет каких-то стаков на комбэк. Но ничего этого нет. Виспа тоже в команде нет. Кто позволит быстрее перемещаться по карте. Здесь еще такой небольшой фит. Некраме. Конечно не такой сильный, как от Зая на предыдущей карте. Но ой-ой-ой. Мидуан там кажется засаливает Герокоптера. Это Хекс у него уже или это он? Да, да, да. Это Хекс, это Хекс. А, ну тогда тут можно продолжать драку. Зай готовится, если что, давать Блэкхолну. Скорее всего, он не понадобится, если будут убивать только саппортов. Ну если какая-то жирная цель, типа придет Аркварден, то да. Но Аркварден вообще на эти драки не реагирует. Аркварден говорит, парни, нужно фармить. Визуально нет времени приходить драки и просто тут фидить. Но в таком случае Секреты могут просто заканчивать потихоньку. По всем линиям идти душить товара и захотеть на хайграун. Эх, Андерлорд не позволит. Андерлорд не позволит просто пойти закончить. Вот он уже готовится кастовать фаршторм. Если подойдут крипы, подойдут иллюзии. Поэтому как бы Секретам не хотелось сейчас задавить и задушить своего соперника окончательно, они этого сделать не смогут. Это еще и котл придачу, да. То есть вот такие вот два фактора, которые позволяют очень много на хайграунде сидеть. Только какого-то Зевса и Тинкера вот в пике Ворвард, чтобы дефать. Это прямо вот из последних сил. Секрет имеет позицию на карте хорошую. Забирают большинство баунти рун. Вот Блинг и Хекс появляются у Мидвана. Дальше там готовится покупка Блэккинг Бара. И вот как только этот Блэккинг Бар у ОД появится, если вот темп игры сохранится таким же, как Кофун есть сейчас, я боюсь, что с ОД ничего сделать не получится. Конечно, если он купит этот Блэккинг Бар через 20 минут, когда там приоденется и Гирокоптер, и Аркварден, а такое может произойти только если форварды сейчас парочку драк выиграют, то тут уже другой разговор. Но пока ситуация нам этого не обещает. Небольшое затишье снова. Форвардам нужно пофармить, и нужно это окно. Минут пять хотя бы получить хоть какое-то пространство, получить эти Блэккинг Бары. Хотя бы один. Потому что разница такой-то просто космическая. 15 тысяч на 22 минуте. Секреты продолжают давить. Смещаются вниз. Там могут нападать уже ОД. Вот он Хекс. Это Гирокоптер. Гирокоптера убить пока не получается. Работает Бессмастер. Дает роор. Идет ниша. Ну, будут наказывать Бессмастера в таком случае. Притом, посмотрите, как дайвят. Этого башня наплевать. Могли бы пойти дальше, но остановились. Там ракета полетела. Решили секреты не идти настолько прям нагло. И пошли бы обязательно дальше. Но вот только нет героев, которые могут еще раз влететь. Как-то подцепить, застанеть. Там Кабан подзамедлил ОД. И дальше идти вот так. Слушай, Гирокоптер передумал покупать Блэкин Бар. Взял себе Сэнжин Яшу в итоге. Пока Б не сильный. Тут пока атака. Раз, два, три. Три удара. Нет кипер взяла. Это Мидуан Годлайк. Ну что, Рошан для Сикрет. Захотят ли они? Они достаточно сильны сейчас. С ТБ могут убить его достаточно быстро. Можно попытаться. Да, Мидуан у нас на первой карте Годлайк. На этой карте он снова тут творит какую-то невероятную жуть. Мы помним о том, что Дуфинда на центре мы сейчас видим. Арквардена. Так, тут атака. Очень быстро убивает Бисмастера. Был Пит, но слишком поздно. Да, никак спасти он не мог. А в это время свободно падает Рошан. И ничего Форвард Гейминг с этим сделать не могут. Рошан падает быстро под Медальоном, под Эдалонами, под Иллюзиями ТБ. И это Аекис для Сикрет. Да, Ниша подбирает Аекис. Конечно, Террорглейду этот Аекис не так полезен, как многим другим героям. Там Мидуан продолжает солить через Хекс. Слишком сложно. Жесть, но это уже можно в легкий тильд уходить, когда тебя прыгают просто из-за 4 удара. Посмотреть, сколько интеллекта наворовал Мидуан. И он просто прыгает, Хекс, 4 удара и все. Он потратил ультимейт, чтобы убить Герокоптера, чтобы не дать ему вообще никаких шансов выжить. Но главное то, что эти фраги продолжают Сикрет делать. Во-первых, они закрепляют преимущество. Во-вторых, они не дают вражеским героям фармить. Ты Герокоптера убил, ты получил за него деньги, получил экспул, сам Герокоптер не фармит. А ты продолжаешь фармить, и форварды сейчас... Но они просто не в состоянии куда-то пойти, что-то сделать, как-то нажать кнопки, убить хоть кого-нибудь. Только отбившегося от стаи какого-нибудь Сент-Кинга или Оракла можно убить. И то, кстати говоря, не факт, что ты его убьешь быстро, а его команда не подоспеет к нему на помощь, и даже потеряв Сент-Кинга, Сикрет могут просто на контратаке убить вообще всех при желании. Там, Блэкхолл, там, плюс Стан, плюс Хекс, плюс Астрал. Кого-то спрятали, кого-то задизейблили. Еще, да, Блэкхолл-то мы не будем про нее забывать. Очень важный скилл, очень сильный скилл в драке, мощнейший дизейбл. Очень сильный скилл, который при покупке БКБ Линкен-Сферы форвардом просто не сбить. Да, все, БКБ Линкен-Сфера, играем в доту. Ну, доводить до такой стадии, скорее всего, Сикретом даже не придется. А черт узнает, у Нигмы такой нетворс, что купить БКБ Линкен-Сферу, по мне, не выглядит чем-то прям неожиданным. Нет, я думаю, это будет очень быстро, если игра еще там на минут 10 затянется. Травела у Арквардена. Да, Резоли очень много фармит, он лучше своей команде по нетворсу, при том разница, там, по сравнению с Гирокоптером, она слишком большая. Это плохо, конечно, в такой ситуации это плохо. И БКБ ОД, БКБ у Нигмы уже есть. Да, всегда ситуация, конечно, двоякая. То есть у тебя есть герой, у которого очень много фарма, и ты радуешься, что у тебя есть такой персонаж. Что у тебя там Кэрин, например, на фулл фри фарме нафармил большое количество артефактов хороших, полезных. Но, с другой стороны, у тебя у другого кора очень мало. Пупей пытается забрать баунти-руну, но хотя бы забери, дружище. Откапывается, выживает, кажется. Или нет, здесь Вилл оф Виск, еще заталкивает его обратно. Опасная ситуация стоит. Там сейчас Энигма прыгнет, будто очень жарко, но Энигма слишком далеко. Вот здесь приходит Мидван, нажимает Блокенбар, Дойт Хекс, начинает бить. Очень больно, есть Рор. Окей, у Дэн ненамного остановили, у Дэн ультимейта нет, эпицентра Цинкинга. Ну, убили лишь Бейсмастера, пока мало Мидван идет дальше. Мидван хочет еще, астрал на себя, Бейсмастера выкупается. Приходит Зай, Бутли Блэкхол, нажимает Блокенбар, Дойт Блэкхол, попадает по двоим. Краешком зацепил все-таки Андерлорда, убивает Бейсмастера. Должны убить Андерлорда, пытается универс отсюда улететь, но уже слишком поздно нажимать ультимейт. Убивает Андерлорда, Дайбэк от Бейсмастера, минус 4. Учитывая Дайбэк, врывается Мидван дальше, Дойт Хекс убивает экипера в Залайта. Ну, просто уничтожение команды Форвард Гейминг, без шансов. Но Яварг понимает, ну, в драке, если бы он сейчас остался, смысла бы здесь не было. А если что, Форвард дрались в максимально удобной позиции. И вы, ну, то есть, проиграв Тимфайт в настолько вот удобной позиции, вообще совершенно без шансов, они просто пишут ГГ и выходят, понимая, что здесь уже, конечно, шансов на победу у них не остается. Ну, обидно, обидно, конечно, проигрывать. Они были близки достаточно. Да, учитывая, что какая была вторая карта, что было на первой карте, конечно, обидно проигрывать вот так вот. Разгромно. Счет финальный 3-23 у нас получается. И перевес там уже вот такой существенный был, наверное, минуты 10. Но когда мы видим на 17-й минуте Хекс, как-то немножко становится страшновато. Когда у Д появляется Хекс, он просто... Ну, Герокоптер, все, он беспомощен. Он без Ио, он... Него никто не может спасти, его никто не может подсейвить. Хороший получился матч, хороший получился матч. 2-1, финальный счет. Мы прощаемся с командой Форвард Гейминг, они покидают турнир. Ну, а Сикретов мы еще увидим. За работой. Да, грустные, конечно, ребята из Форвард. Их можно вполне понять. Как ты верно отметил, что игры были действительно близкими. Вот. Ну, нас ждет еще очень много хороших матчей. Да, у нас дальше по расписанию Virtus.pro все команды PSG-LGD. Должно быть жарко. Такой принципиальный матч для команды ВП с сильнейшей китайской командой. Ну, по крайней мере, на предыдущем интернешне точно, что сейчас мы посмотрим. Так что ждем этого матча. После небольшой рекламной паузы студия аналитики вернется в эфир.